Здравствуйте, дорогие родители! Сегодня я начинаю несколько лекций, которые необходимы вам сегодня. И первое, о чём я хочу с вами поговорить, это о профилактике, фитопрофилактике коронавирусной инфекции. То есть, какие травы можно и как правильно их использовать для профилактики у взрослых и у ваших детей. И первое, с чего вы начнёте, это промывать нос настоем трав утром и вечером. И завершая процедуру, полоскаете рот и горло. Итак, какие травы можно использовать для промывания? Это травы, которые есть в аптеке, самые обычные. Ромашка, девисел, шалфей. Как готовить раствор для промывания? Первое, раствор для промывания готовят следующим образом. Сначала чайную ложку травы заливают стаканом воды. Затем ставят либо на баню, либо вы делаете по-другому. В термос чайная ложка травы. Сухой, крутой кипяток заливают. Термозакрывают на два часа. Настой, приготовленный в термосе, процеживают. В стакан процеженного раствора добавляют 1 четвёртую чайной ложки поваренной соли. Размешивают и процеживают снова. Раствор готов для промывания и полоскания. Храним мы его в тёмном месте, при комнатной температуре. Перед промыванием носа ребёнка, мама, нужно попробовать сначала на себе, потому что нужно довести до такой температуры, чтобы ребёнка не обжечь. После промывания очень хорошо накапать в нос масло. Лучше всего это сделать масло календулы. Если где-то нету, можно обычным растительным, лучше оливковое масло, просто накапать в нос. Значит, это первое. Второе. Вторая опция или второе средство для поддержания иммунитета, для профилактики, в том числе и коронавирусной инфекции, это пить чай из двух трав. Чай это противовирусный или витаминный. Значит, какие травы можно использовать как поливитаминные? Это прежде всего крапива, рябина, плоды, смородина, плоды и листья, и шиповник. Лучше всего противовирусные. Можно использовать следующие травы. Это исландский мох, девесил. Это травы мелиссы. Это травы репяшка аптечный. Ромашка, чабрец. Что-то из этих трав можно заваривать. И заваривайте точно так же, как я вам говорил. Для промывания в термосе заливаете стаканом горячей воды. Дальше процеживаете, остужаете. И пьете как чай. Даете ребенку, пьете сами. Можно чередовать, не смешивая, Чередовать сначала одну, потом другую. В течение дня пить несколько раз. Кроме всего прочего, Очень желательно использовать правильную диету. А именно, Сладкое, мучное, молочное Несколько ограничить. При возможности воздух свежий, Либо проветривать помещение, Либо выходить на балконы, если есть. Ну и в тех регионах, Где можно выходить на улицу, на прогулки, Нужно этим пользоваться. Значит, Несколько Рецептов, Несколько Моментов, связанных с ограничениями. Значит, Насчет чаев, Я бы рекомендовал Осторожно использовать При беременности, Осторожно использовать При тяжелых заболеваниях почек. Кроме этого, Можно Применять У детей, Которые не хотят пить Или по каким-то причинам Не могут пить Растворы, Связанные с Вот витаминные Или Растворы Иммунологии Для повышения иммунитета Использовать это В микроклизме Детям Где-то до 50 миллилитров В клизмочке И вводить Через Попу Через прямую кишку Точно При такой же Частоте Значит, Какие показания Все-таки Для Помимо Профилактики Как можно использовать Для лечения Эти рекомендации Прежде всего Они оказывают Противовоспалительные Противоглистные Действия Вот Поэтому При простудах При аденоидах Это можно использовать При Различных Лемблиозах Вот Ситуация Особенно Применение Трав Вовнутрь Понятно, что Полоскание Это И Полоскание Носа И рта Это ситуация Связанная С Профилактикой Острых Респираторных Инфекций В том числе И коронавирусных Инфекций Кроме Всего Прочего Масло Календулы Масло Шалфея Можно Использовать При Массаже В ситуации Когда Ребенок Переживает Ребенок Боится Существуют Какие-то Стрессы Какие-то Моменты Возбуждения Можно Использовать Массаж С маслом Цитрусового С маслом Апельсина С маслом Лимона Просто Разводите На чайную ложку Подсолнечного Или оливкового Масла 5 капель Концентрированного Масла Лимона И Этой смесью Делаете Массаж Втираете На Все тело Мягкими Спокойными Движениями И Таким Образом Очень Хорошо Снимается Состояние Стресса Состояние Депрессии Кстати Можно Применять И у Взрослых Вот Единственное Что у Взрослых Массаж Можно Делать Где-то 2-3 Раза В день Ежедневно Такими Легкими Массажными Движениями Не забывайте Что Таким Маслом Нельзя Использовать Делать Массаж При наличии Ран На теле Раны Открыты Особенно Нужно Обходить Вот При Аллергических Мокнущих Реакциях Тоже Не нужно Это Делать И Хранить Защищенном Месте От солнца В темном Месте Ну Где-то Лучше всего Делать Раствор Ежедневно Таким Образом Вы Справитесь С Снижением Иммунитета И Я думаю Что Эти рекомендации Помогут Вам Всего доброго И до Следующих Встреч С 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